всем привет меня зовут мария и я продолжаю делиться с вами играми которые вы можете использовать на занятиях английским либо любыми другими языками со своими учениками и детьми я делюсь с вами достаточно простыми играми и сегодняшние тоже такими же являются я уверена что они вам хорошо знакомы и вы уже не раз в них играли но сегодня я может быть помогу вам увидеть их с немного другой стороны и расскажу о том как вы можете использовать их в учебных целях все что нам понадобится сегодня это доска маркеры либо может быть листок бумаги ручка карандаш что вам удобно ну что же готовы начинаем итак первая игра которой я хочу вам рассказать называется крестики нолики на то есть вы все ее знаете всем она вам знакома отлично знаете правило рисуем поле либо это может быть уже готовая какая-то заготовка который вы можете использовать с учениками из раз в раз либо просто нарисовать может быть если вы играете с малышами это может быть какая-то другая поверхность на песке на земле да или где угодно можно играть в каких угодных ситуациях тем эта игра и хороша что использовать ее можно по-разному и с учениками разного уровня на то есть мы играем как с детишками 4 5 лет так и со школьниками и сейчас я вам расскажу подробнее да то есть с малышами как можем играть с малышами чертим поле берем заготовку и раскладываем флеш карточки на представим что у меня здесь разложены флеш карточки на флеш карточках любые темы на абсолютно любые темы что мы можем сейчас проходить и соответственно начинаем играть до начинаем играть здесь мы тоже можем использовать не просто крестики и нолики а допустим взять если мы играем на песке допустим да на пляже можем использовать камешки ракушки либо листики и там листики другого цвета надо исключать и фантазии может быть абсолютно по-разному ну допустим играем мы крестики и нолики на обычно разложили научили ребенка объяснили с малышами конечно бывает так что они еще не знают правил но мы же учимся мы можем научить и игре и в процессе этой игры повторить про нашу тему до которую мы изучаем узнать что-то новое то есть нам важен не только сам ход игры да и кто выиграл победил но и процесс процесс то что мы говорим при этом что мы повторяем какую лексику мы используем и так далее да то есть вот сыграли мы например такой у нас результат затем оба игрока открывают свои карточки либо может открывать только проигравший либо только выигравший либо вдвоем на как угодно как хотите каждый открывает свои флеш карточки и называет что там изображено либо что изображено либо может быть описывать будет эту картинку и по что-то еще повторять делать да то здесь тоже может быть разнообразное разнообразное задание то есть вот таким образом с детьми постарше на со школьниками со взрослыми мы также можем использовать флеш карточки дали бы просто бумажки писать там например задание или какую-то конструкцию грамматическую либо повторять лексику что угодно что угодно можно делать то есть смысл такой же открываем карточки и выполняем задание например вот мы недавно играли как раз одним из моих учеников проходим неправильные глаголы и я раскладывала как раз таки глаголы и мы составляли рассказ о том что я делала на прошлой неделе то есть вот таким вот образом карточек много и каждый уровень вы их можете менять это не обязательно раскладывать одни и те же можете менять вот такая вот простая игра которую тоже можно применять в различных ситуациях просто включаете фантазию и подумайте как вы уже сегодня или завтра например да можете сыграть в эту игру со своими учениками либо со своими детьми и вторая игра о которой я бы вам хотела рассказать тоже уверенно вы ее знаете и мне она очень нравится я и часто использую на занятиях называется она либо бинго либо лото то есть принцип тот же самый игровое поле на нем что-то изображено что-то написано может быть мы вытягиваем карточки у кого есть эта карточка тот называет например да закрывает это игровое поле и выигрывает тот кто первым закрыл все то есть всем знакома эта игра можно по-разному ее преподносить то по-разному использовать вы можете делать заготовки это конечно выглядит очень хорошо по разным темам на допустим проходите животных с детьми сделали заготовки раздали все играют все здорово но бывает такое что например осталось пять минут нужно что-то поиграть здесь вы можете как раз использовать вот эту вот игру бинда да все что нужно просто рисуем игровое поле размеров она может быть разных тоже в зависимости от того какой у вас уровень да можно использовать со всеми и с маленькими детьми и со школьниками и со взрослыми со всеми на то есть все игра которых я сегодня вам рассказываю они все подходят для всех уровней то есть вот такое вот простое поле например до 4 у вас может быть 9 12 даже клеточек смотря какая тема на смотря то что вы проходите допустим мы возьмем ребенку 6 лет проходим начали изучать алфавит прошли буквы и бисе дей и и джей разложи до разложили перед ребенком буквы и попросили нарисовать поле нарисовали сами поле и попросили ребенка любые из этих четырех букв вписать в клеточке да и допустим ну и сами соответственно тоже вписываете допустим вписали вот такие вот затем берем все наши буквы которые на карточках на есть обычно либо может деревянные буковки либо еще какие-то мы их все берем смешиваем и достаем по одной букве какую-то достали спрашиваем что это за буква если она у тебя есть нету если есть мы ее зачеркиваем да здесь же можно называть какое-то слово например на эту букву либо играть не с самими буковками с картинками на которых изображены слова начинающиеся с этих букв на то есть вариантов тоже может быть множество ну и соответственно тот кто первым закроет все четыре буквы тот победил все все очень просто все очень интересно также и со школьниками на тоже можем различную лексику грамматику все что угодно мы можем здесь повторять вот так вот такая вот была вторая игра и теперь третья последняя игра о которой я хочу вам рассказать сегодня эту игру вы тоже знаете называется она морской бой морской бой вариантов тоже может быть множество тоже для разных уровней я покажу вам как можно ее использовать с малышами да то есть дети трех четырех пяти шести семи лет но на самом деле то же самое просто наполняемость до наполненность вот этой вот игры может быть другая а так пожалуйста смысл смысл один и тот же чертим тоже табличку сначала покажу первый вариант допустим вот такая вот табличка здесь у нас цифры на один два три здесь буквы и бисе иди это вы можете заготовить заранее на то есть вот первый такой вариант здесь нарисовать ну либо если вы делаете заранее да вы вставляете картинки допустим давайте сделаем формы на проходим проходим разные формы и играть таким образом то есть тут не совсем морской бой но смысл похожий нарисовали вот так вот и рассматриваем спрашиваем друг друга допустим эй ты на что в этой клеточке находится ребенку нужно найти назвать на что это плюс там разными цветами допустим какого цвета какого размера может быть дать тоже зависит от того от от уровня от уровня ученика вместо фигурок также может быть какая-то лексика грамматика на какие-то фразы допустим может быть нужно собрать текст то есть но но вариантов может быть огромное количество то есть это самый первый вариант мы у нас один листок заполненный до все клеточки заполнены и мы спрашиваем друг друга по этому листочку поэтому и второй вариант этой игры он уже больше похож на сам морской бой здесь нам нужны будут две таблички тоже в зависимости от уровня на учеников мы с вами возьмем такую простенькую потому что будем оказывать такую малышковую игру чем выше уровень тем сложнее тем больше таблички тем расширение задания на тем сложнее наполнение у нас вот такое вот давайте рассмотрим 1 2 3 1 2 3 a b a b на то есть два поля у вас должно быть два поля у ребенка и давайте снова возьмем алфавит тут тоже наполнение может быть разные да по абсолютно любым делом может быть и одежда и настроение и все что угодно все что вы проходите мы возьмем алфавит и и джи допустим на буквы эй до буквы джи что делаем нам нужно также разложить вот эти вот буквы перед ребенком до чтобы было легче если вы проходите одежду например тоже разложить карточки так просто будет легче ребенку сориентироваться и ему необходимо заполнить одно из вот этих вот полей до игровых своими буквами допустим заполняем так давать я синим д и и и си б и и и и и и и и и нам я заполнил ребенок тоже запомнил в чем смысл в том чтобы перенести не перенести получается да а угадать отгадать поле твоего противника твоего оппонента то есть я вот в этом свободном поле буду заполнять поле ребенка, да, отгадывать его, какие буквы он здесь написал, а ему в свое свободное поле нужно перенести вот эти вот буквы. И, соответственно, мы можем спрашивать друг друга, да, что у тебя, допустим, B3, какая буква? Можно так, это самый быстрый вариант, то есть это действительно игра пятиминутка. Либо вы можете угадывать, допустим, B3, если у тебя там буква A, например, нет, нету, все, ход переходит. B3, если у тебя там буква B, допустим, да, есть, отлично, записываю себе, да. И, то есть смысл в том, чтобы заполнить все вот это вот поле и побеждает тот, кто делает это первым, то есть тот, кто угадывает все буквы первым. Если не проходим алфавит, здесь могут быть рисунки, да, допустим, что мы здесь можем, ну, вот одежда, да. Ахат, дешерт и так далее. Если дети уже постарше, можно уже писать, да, то есть, видите, применять на самом деле, такая быстро-быстрая игра, чтобы быстро повторить, чтобы быстро закрепить, смотря какой уровень, да, все зависит от уровня. Ну что же, это и были три игры, которыми я хотела поделиться с вами сегодня, вы убедились, что вы знаете все эти три игры, они очень простые и можно использовать с учениками разных уровней. Надеюсь, что вам было полезно. И также я хочу напомнить, что во все игры мы играем на изучаемом языке, да, не забывайте об этом. И в моем инстаграм-аккаунте вы можете найти подробные глоссарии к игре Бинго и к игре Крестики-Нолики. Ссылку я оставлю в описании, поэтому обязательно переходите, пишите, если что-то не сможете найти, я всегда буду рада вам помочь. Ну что же, большое спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было полезно. Если у вас есть какие-то комментарии, либо пожелания, пишите, буду рада. И увидимся в следующий раз, пока-пока!